Амнисио, The Dark Descent Если у вас есть проблемы с нервами и сердцем, то лучше не включать эту игру. По сюжету герой приходит в себя в старинном замке. Найдя записку самому себе, он узнает, что сам лишил себя памяти, но кое-где в архивах сохранились документы, проливающие свет на произошедшее ранее. Нужно раскрыть все тайны, чтобы вернуть память герою. Вас ждет угнетающая атмосфера, темнота, неизвестность и беспощадные монстры. Алион и Салатион. Эта игра – прямой потомок фильма Ридли Скотта «Чужой». Главная задача тут – выжить. Вы окунетесь в атмосферу постоянного напряжения и тревоги, а после первой встречи с «Чужим» все становятся еще хуже. Постоянная проверка датчика движения, паника и судорожные поиски и укрытия при любом загадочном звуке. Каутолист. В роли журналиста вы отправляетесь в закрытую психиатрическую лечебницу, в которой, поговаривают, происходят странные вещи. Придется столкнуться с психопатами и садистами и всех мастей, при этом из оружия у вас будет лишь камера. Диацпачи. Диацпачи – по-настоящему жуткая штука. Одинокий мужчина на борту заброшенной космической станции и отбивается от ее бывших сотрудников, которые, благодаря вмешательству непрошенных инопланетных гостей, превратились в монстров. Сама. Начало игры сложно назвать пугающим. Главный герой, работник книжного магазина, просыпается в уютной квартире. Недавно он получил черепно-мозговую травму в автомобильной аварии, поэтому отправляется к доктору на процедуру сканирования мозга. Уже через мгновение после сканирования мозга герой обнаруживает себя в безлюдной лаборатории, находящейся на дне океана. Что же все-таки произошло? Игрок невольно начинает задаваться вопросами о проблемах отношения сознания и тела, самоидентификации личности. Лайерс оф фиар. Психологический триллер, события которого разворачиваются в доме безумного художника, который и является главным героем. Вам предстоит блуждать по комнатам и коридорам в поисках вещей, которые расскажут о семейной трагедии художника, помогут ему побороть собственные страхи и дописать картину. Плачущая кровью картины, падающие на голову книги, жуткие вопли, а также постоянно меняющаяся обстановка комнат лишь усиливают страх и тревогу. Уэльчоми-тотыгами. Хоррор с элементами головоломки, в котором вам предстоит исследовать уголки глубокой паутины, и, возможно, найти урль красной комнаты, где вы сможете наблюдать и принимать участие в интерактивных пытках и убийствах. Ты Сюарев Мини. История игры переносит нас в осажденный город в Восточной Европе. Ваша главная задача – найти запасы и выжить. Сюжет игры непрерывно связан с другими персонажами, что живут неподалеку. Взаимодействие с ними также будет вилять на итоги игры. Данстар Ви. Эта игра не напугает до смерти, но все же жизнь на необитаемом острове – не самая приятная перспектива. Вам придется увлечься идеей выживания, ведь ваш герой должен регулярно питаться и не оставаться ночью без света. Fallout 3. Заброшенные города и деревни, населенные людьми в лохмотьях, одиночество главного героя и необходимость выживать действительно угнетают. Да и чудовищные мутанты могут действительно напугать. Слендер Тейкт Пагас. Игра в стиле инди-хоррора Слендере. Игрок должен собрать в темном лесу 8 записок, на которых указаны косвенные подсказки происходящего. Чем больше записок собрано, тем более агрессивнее и быстрее становится Слендер. Эта игра стала очень популярной, а атмосфера ужаса понравилась многим игрокам. Дайс. Игрок попадает в вымышленное государство Чернорусия, которое охватил зомби-вирус. Чтобы выживать в такой непростой ситуации герою нужно делать немного больше того, что мы делаем в повседневной жизни. Помимо того, что нужно кушать и пить, в этой игре нужно отбиваться от зомби и греться у костра, чтобы не замерзнуть. Главная задача – выжить, надежды на противоядие просто нет. Фивиник Тсет Фрид Дэс. Низкобюджетный инди-ужастик с минимальным количеством игровых элементов и графикой, которая имеет всего пару анимированных картинок. История повествует об оживших игрушках-убийцах. Игра довольно посредственная и скучная, а игрушек можно отпугивать лишь включением света. Among the Sleep. Главным героем этого ужастика является двугодовалый ребенок. Малыш вместе с плюшевым медвежонком попадают в какие-то сверхъестественные миры, где ищут обрывки воспоминаний, которые помогут им найти маму. Маленький герой ищет артефакты, выполняет различные задачи. Правда, сложно поверить, что двухлетнее дитя способно открыть ключом замок. Сюжет довольно однообразный, а за весь ужас отвечает непонятная ведьма с длинными руками и ногами. Амнисио, а матч и не Форпикс. Забудьте о том, что эта игра является второй частью Амнисио, The Dark Descent, одного из лучших ужастиков от первого лица. На протяжении большей части игры вы находитесь в полной безопасности, а монстры-гибриды способны испугать разве что самого неискушенного игрока. В половине случаев свиномонстры выполняют роль декораций, чья задача – появиться вдали на пару секунд, многозначительно хлюкнуть и исчезнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова